МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Так себе поздравили. Компания, отмечавшая Рождество фейерверком и салютами, подпалила чужую квартиру в Новосибирске. Пироманов-любителей пока не нашли. Совершил наезд на 8-летнюю девочку. Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Бросил умирать на дороге. Бывший полицейский пойдет под суд за ДТП с серьезными последствиями. Сбив ребенка на пешеходном переходе, сотрудник МВД города Карасука поспешил спрятаться. У вас был продавец-кассир Евгений, если не ошибаюсь. Он меня посадил сюда. Да у нас там некуда сажать. Едва не заморозил скорого на расправу работника торговой точки. Приговорили в Держинском суде города. Мужчине не понравилась активность детей, которые нашли просрочку на полках. Напали толпой, чуть не убили, избежали. Начинаем выпуск с информации о преступлении, совершенном на парковке у дома по улице Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска. Там группа молодых людей едва не зарезала таксиста. Злодеев еще и ищут, а полицейские следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Судя по этой записи, нападавших было трое. 5 января они приехали в один из дворов Плющихинского жилмассива на Светлой иномарке. Вероятно, такси. Машина встала на парковку. Минут 20 компания находилась в салоне. Потом пассажиры удалились, всадив перед этим нож в живот водителя. В спешке группа не заметила, что их отход четко фиксируют камеры наблюдения. Убегающие молодые люди попали в объектив на Виталия Потылицына, Татьяны Снежиной и так далее. Тем не менее, насколько известно, задержать злодеев не удалось до сих пор. В интернет-СМИ тут же сообщили, что раненый скончался в больнице. Однако дело возбуждено по статье «Разбой» и пострадавшему успели оказать медицинскую помощь. Кстати, неизвестные прихватили и его мобильный телефон. Предполагаемых преступников ищут. Вооруженными и весьма настойчивыми были посетители питейных заведений Новосибирска. Пятерых особо буйных клиентов скрутили бойцы охранного агентства и передали полицейским. У одного из задержанных за пазухой нашли пистолет. Самая отчаянная компания пыталась попасть в коктейль бар на военной в рождественскую ночь. Одеты визитеры были немного не по сезону в шорты исландцы. Похожая группа буянила в пивном баре на Нарымской. Драку пресекли ГБРовцем. Тем более у одного из спорщиков оказалось оружие. На вокзальную магистраль был вызван усиленный наряд сразу нескольких экипажей. Рукопашная схватка, устроенная нетрезвыми парнями, едва не привела к серьезным последствиям. Правда, пока усмиряли одних, взбунтовалась другая леди. Поссорившись с барменом, барышня уронила елку, раздавила игрушки, а потом кидала в окружающих стулья. Девушку передали спецбригаде медиков. О других ЧП и преступлениях, совершенных в эти новогодние каникулы, расскажем в нашем обзоре. Смотрите далее. Это было весьма эффектно. Тишину сначала нарушили звуки салюта, виск с сигнализацией машины, а спустя время вой пожарных сирен. Один из залпов угодил в окно лоджии. Пламя занялось в рекордные сроки. В тот момент в квартире не было жильцов. Заметить опасность они не могли. Ой, блин, просто я не могу. Ой. Как это? Ой, 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 ой. Ой, как петь людям, блин. Сами любители ярких ощущений, подпалив фитиль, насладившись зрелищем, ушли. Соседи сначала подумали, что это были подростки, но зрители нашей программы прислали в редакцию кадры, на которых хорошо видна компания. Вполне взрослые семейные люди с маленькими детьми. Новосибирские полицейские задержали в области предполагаемых браконьеров. Сначала на автодороге вверх Ирмень-Березовка был остановлен подозрительный автомобиль. В салоне нашли несколько туш-косуль, охотничьи ружья и патроны. Добытчиками оказались 40-летний житель Ордынки. Оба раньше не привлекались к уголовной ответственности. Ни документов на оружие, ни лицензии на отстрел животных у них не было. Залетели в овощной киоск, разгромили витрины и попытались обчистить кассу. В соцсетях появилось сообщение о беспределе подростков с улицы Кропоткина. Со слов автора этих фотографий, компания распылила перцовку и сбила продавца. Все нападавшие были в масках, а один и вовсе в костюме Деда Мороза. Пока официальных комментариев по этому поводу от правоохранителей не поступало. А вообще в Новосибирской области за новогодние каникулы задержали девятерых человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщил начальник областного главка МВД в ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве региона. По словам Андрея Кулькова, с начала 2024 года уже зарегистрировано 300 преступлений. Большую часть раскрыли по горячим следам. Количество убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось с 7 до 8. Произошло 16 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, а вот краж стало меньше. Также с 31 декабря по 8 января полицейские пресекли почти 300 административных правонарушений. В основном людей наказывали за употребление алкоголя в запрещенных местах. В Карасукском районе Новосибирской области на скамью подсудимых сядет теперь уже бывший сотрудник местного отдела полиции, который сбил маленького ребенка на пешеходном переходе и бросил умирать, потому что сам поспешил спрятаться. По данным следствия, вечером 7 августа прошлого года обвиняемый, двигаясь на личном автомобиле на одной из улиц в городе Карасуке, на пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку. Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила серьезные травмы. То, что она осталась жива, называют чудом. Правда, по заключению специалистов, девочке причинен тяжкий вред здоровью. Сначала правоохранители нашли машину сбежавшего полицейского, а потом задержали и самого предполагаемого виновника. Говорят, он пришел в отдел и сдался. СК обменил ему сразу две статьи – нарушение правил дорожного движения и оставление ребенка в опасности. Сейчас следствие по делу окончено. В ближайшее время начнется судебный процесс. Кстати, из органов сотрудника уволили по порочащей статье через месяц после ДТП. И последнее. Получил судимость, но отделался условным сроком. В Держинском районе Новосибирска сегодня вынесли приговор бывшему сотруднику супермаркета, который запер в морозильной камере маленького мальчика. Юный борец за справедливость нашел на прилавках просроченные продукты и указал на недочеты работникам магазина. Прошлым летом, насмотревшись с приятелями роликов в интернете, маленький Жора объявил войну испорченным продуктом и нечестным продавцам. Юные борцы за право потребителей собрали с прилавка в целую корзину товаров с истекшим сроком годности. Но работникам супермаркета такая активность не понравилась. Один из сотрудников разобрался с маленьким правдорубом кардинально. Евгений Киреев закрыл неудобного посетителя в ледяной подсобке без света. Не врите, вы меня садили! Я тебя не садил. Вы меня садили в городилку. А у вас без камер нет никаких наблюдений? В итоге Кирееву предъявили обвинение в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Расследование нашумевшего инцидента взял на контроль глава СКР. По версии следствия, 29 августа 2022 года сотрудник магазина по улице Селезнево города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина. Всего несколько заседаний понадобилось сторонам, чтобы разобраться в этом резонансном деле. Фигурант свою вину отрицал до последнего. То, что я с ним общался на складе, и пусть мы туда заходили, вот я согласен. Но никаких физических воздействий на них не было. Со слов Жоры, услышав, что пленник звонит в экстренные службы, Евгений открыл дверь и вывел его через задний ход магазина. В итоге пятиклассника следователи признали потерпевшим. В суд добиваться правды он пришел вместе с отцом и юристом. Во-первых, это не соблюдение закона. А во-вторых, это по сути неправильно. А откуда в тебе такая тяга к справедливости? Я захотел показать свои права, то, что я могу это дело собирать продукцию. В итоге Евгения Киреева признали виновным, но лишать подсудимого свободы не стали. Приговор три года условно. Если решение первой инстанции устоит в апелляции, не сдержанному продавцу придется раскошелиться и выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова